Здание детского театра Вера открыли после реконструкции всего полгода назад. Артисты даже не успели до конца здесь обжиться. Ремонт сделан по всем стандартам, в том числе с соблюдением норм пожарной безопасности. Но лишней очередная проверка точно не станет. Она проходит в преддверии проведения новогодних представлений, главные гости которых – дети. Комиссия проверяет все досконально – эвакуационные выходы, доступ к пожарным шкафам и наличие огнетушителей. Их здесь 19, даже больше нормы. Особые правила касаются новогодней елки. Расстояние от стен, от потолка не меньше одного метра. Это электрогирлянды, которые находятся здесь. Они должны быть в сертификатном соответствии. И обслуживающий персонал, который здесь находится в период проведения мероприятий, должен смотреть за этими электрогирляндами, за электрооборудование, которое он подвинул к этой елке, чтобы в случае, если какая-то неисправность обнаружится, немедленно ее обесточить. Проверяют, само собой, и работу сигнализации. В случае возгорания на окнах между помещениями автоматически опускаются противопожарные шторы. А в зрительном зале срабатывает мощная система дымоудаления. Кроме того, зал оборудован несколькими выходами, через которые зрители смогут максимально быстро выйти на улицу. Эвакуировать их помогают сами актеры. Во-первых, не надо создавать панику. Вот это мы четко усвоили. Тем более, если в зале дети. Ждем особых указаний, чтобы нам администраторы сказали, где очаг. И чтобы не бежать не туда, а в противоположную сторону и начинать выводить зрителей. У нас из актерского состава сформирована добровольно-пожарная дружина, которая до прибытия пожарных должна организовать ликвидацию очагового сгорания. Административная группа особенно, потому что они работают непосредственно, работая с детьми. У них есть фонарики. То есть, на случай пожара свет ведь отключается в зрительном зале. Они тут же с фонариками заходят в зрительный зал, спокойно, спокойно, без паники выводят детей. Осмотрев все помещения и оборудование, инспекторы выносят вердикт. Проверка пройдена. Пути эвакуации, то есть, системы противоположной защиты, они все находятся в исправном состоянии и готовы к приему и проведению здесь новогодних праздничных мероприятий. Обслуживающие персоналы готовы к выполнению задач в случае, если происходит какое-то происшествие. Ответственность за безопасность детей и родителей во время новогодних представлений ложится не только на плечи сотрудников театров и других объектов. Усиленную службу будут нести и огнеборцы. Екатерина Нисимова, Илья Васенин, столица Нижний.